Минутная готовность, первый. Всем привет, меня зовут Нинель Баянова, и это моя еженедельная рубрика, где я буду рассказывать, как сделать свои выходные по-настоящему космическими. Я буду делиться с вами подборкой лучших событий, где вы всей семьей сможете не только отдохнуть, но и узнать чуть больше про космос. Это космическая афиша. Поехали! В этот раз я решила отправиться в Ярославль. Именно там находится родина первой в мире женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой, которая отправилась в космос 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6». Ярославль, благодаря ее усилиям, стал настоящим космическим городом. Культурно-просветительский центр имени Валентины Терешковой – это уникальная достопримечательность современного Ярославля, в котором совмещается и образовательный ресурс, и центр отдыха для всей семьи. Валентина Терешкова родилась в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области 6 марта 1937 года. В возрасте 17 лет Терешкова записалась в Ярославский аэроклуб. Там практиковались и прыжки с парашютом. Позже Валентина Владимировна даже получила спортивный разряд за успехи в парашютном спорте. Более 160 прыжков. Это увлечение и стало пропуском в мир космоса. А тут еще и звезды совпали, что Сергей Королев давно мечтал отправить в космос женщину. По всей стране начались кастинги. Причем претендентки 90-60-90 в этот раз были совсем не у дел. Главным критерием для представительниц слабого пола был вес не более 70 килограммов и рост 170 сантиметров. А еще эти девушки должны были иметь опыт прыжков с парашютом. В итоге выбрали пятерых, в числе которых была и Валентина Терешкова. Ну а дальше вы все знаете. Промежуточная. Главное подъем. Счастливо, Валюша, счастлив. Счастливо, да. Культурно-просветительский центр имени первой женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой в Ярославле, или как его еще называют местные, Ярославский планетарий, был открыт в 2011 году накануне тысячелетия города. Он объединяет под своей крышей планетарий и музей. Перед входом в центр – аллея космонавтов с отпечатками ладоней покорителей космоса и мозаичный портрет Валентины Владимировны. Сам центр включает в себя несколько площадок. В звездном зале планетария на купол экран диаметром 12 метров и площадью почти 300 квадратных метров проецируется изображение 7,5 тысяч звезд. Причем каждое отдельно, что создает полную иллюзию объемного изображения 3D без специальных очков. Зрители могут увидеть максимально достоверное воспроизведение Млечного Пути, разнообразные небесные явления, планеты Солнечной системы, туманности и звездные скопления. В музее «История космонавтики» представлены яркие страницы нашей космоистории. От первых искусственных спутников Земли и полета Юрия Гагарина до современных космических кораблей и станций. И, конечно же, особое место в музее занимает тема полета первой женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой. История развития ракетной техники представлена рядом моделей ракет СССР и России. От Р-7 до многоразовой транспортной космической системы «Энергия Буран». Концептуальная параллель от первого полета человека в космос до сегодняшнего дня завершается макетом ракетоносителя «Союз» и пилотируемым кораблем «Союз ТМА». Отдельный зрелищный раздел экспозиции посвящен достижениям в исследованиях Луны, Венеры и Марса. А в завершении каждый посетитель может почувствовать себя немного космонавтом, сделав селфи в скафандре. Астрономическая обсерватория центра имеет купол диаметром 5 метров. Конструкция весом более тонны с открывающимся створом вращается на 360 градусов. Телескоп установлен на роботизированной экваториальной платформе, которая в сочетании со специальным астрономическим компьютером позволяет наводить инструмент на более чем 10 тысяч объектов. Обсерватория располагает всеми необходимыми ресурсами для оказания квалифицированной помощи любителям астрономии в проведении исследований. В интерактивном классе проходят образовательные программы для школьников с использованием трехмерной компьютерной графики и цифровых технологий. Захватывающая визуализация на огромном панорамном экране сопровождается текстовой и графической информацией на мониторах. За счет визуальных и звуковых эффектов достигается полное ощущение реальности происходящего с погружением в изучаемый материал. 5D-аттракцион Shuttle – это уникальный интерактивный аттракцион нового поколения. Он на время позволит стать членом экипажа суперсовременного звездолета. Аттракцион-симулятор объединяет в себе большой панорамный экран, систему подвижности с шестью степенями свободы, создающими полный аналог реальных ощущений при перемещениях во всех возможных плоскостях пространства. В общем, в культурно-просветительском центре имени Валентины Терешковой интересно как детям, так и взрослым. Поэтому советую. На этом у меня все. Я желаю вам увлекательных выходных. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, на какой космический ивент хотели бы вы пойти. И помните, космос вокруг нас. Космический аппарат к запуску готов.